Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с одним десертом, многие которого растут из Бельгии. Я ел и бельгийский вариант, и ахенский вариант. Там, где, кстати, я работаю в этом городе. По мнению жителей Ахена, им больше нравится бельгийский вариант. Ну а по мне так, ахенский намного интереснее. Но опять же, о вкусах не спорят, и поэтому я вам покажу сегодня ахенский вариант. Отличаются они лишь тем, что в бельгийском варианте яйцо не разделяют на белок и желток. А в ахенском да, белок взбивается отдельно. Рисовый пирог интересный и готовиться несложно. Ну давайте покажу. Сложного ничего нет. Количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете у меня под видео. Первонаперво мы подготовим начинку, которую я буду готовить из молочного риса. То есть это тот рис, на котором мамочки варят своим детям молочную кашку. Можно, конечно, взять и рис ризотто, или рис для приготовления паэльи, но это уже будет не то. Отваривать рис я буду в тефлоновой эскараде. Добавляю сюда 800 миллилитров молока и 200 миллилитров жирных сливок. Сливки у меня 30-ти процентные. Я не рекомендую брать молоко с низкой жирностью, потому что пирог тогда будет немного суховат. Все-таки жир является носителем вкуса. Добавляю сюда щепотку соли. Это четвертая часть чайной ложечки. Отправляю на плиту, дам закипеть, накрою крышкой, температуру убавлю и буду варить примерно 40-45 минут. Или другими словами, до полного приготовления риса. Пока рис варится, я займусь приготовлением дрожжевого теста. Для этого мне понадобится 1 чайная ложка сахара, это примерно 5 грамм. Половинка куриного яйца, это 25 грамм. То есть целое яйцо размешать, разделить пополам и будет у вас половина. Добавляю теплого молока, теплого, не горячего. И добавляю дрожжи. Дрожжи я возьму сухие. Вот из той пачки, которая на 7 грамм, я возьму буквально чайную ложку без горки. Это примерно, может быть, 2, максимум 3 грамма. Да, я забыл добавить щепотку соли. Все тщательно перемешаю. И добавлю в 200 грамм просеянной муки. Замешиваю дрожжевое тесто. Ну и далее перемещаю тесто на коврик. И вот с этого момента я его буду вымешивать ровно 10 минут. Во время вымешивания я буду добавлять по чуть-чуть сливочного масла. Масло здесь в общей сложности у меня 25 грамм. Если у вас есть тестомес, то можете им воспользоваться. Но, как для меня, 200 грамм муки мне проще вымесить рукой, чем потом отмывать посуду. Ну вот, по истечении 10 минут тесто у меня уже выглядит хорошо. Оно гладенькое. Смазываю его дефицитным растительным маслом. Отправляю в чашку. Накрываю пищевой пленкой. Проделаю отверстие, чтобы оно дышало. Ну и так как батареи у меня еще работают, отправляю к батарее, то есть в теплое место, минут на 50 на час. В зависимости от того. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Если у вас как такового теплого места нет, просто возьмите горячую кипяченую воду, отправьте ее в стакан, накройте пищевой пленкой, в микроволновую печь, и туда же поставьте ваше тесто. И оно у вас прекрасно подойдет. Да, только микроволновку включать не надо. Я не случайно взял сковороду с высокими бортами и с тефлоновым покрытием. Мне просто-напросто за рисом особо наблюдать не нужно. Так время от времени подошел, перемешал и все. Потому что у него есть такая способность очень быстро пригорать. Так что присматривайте за своим рисом, чтобы он не пригорел. Так, по истечении 40 минут рис мой уже готов. Вот такой вот у меня жидковатый. Так и должно быть. Теперь я добавляю сюда. В общей сложности у меня 60 грамм сахара. Немного я оставлю. Этот остаток сахара я просто смешаю с желтком. Сахар перемешаю. Плиту я уже отключил. Далее остаток сахара отправляю в тарельку. Куриный желток. Одна чайная ложка кукурузного крахмала. И вот буквально чуть-чуть молока. Чуть-чуть. Чтобы крахмал растворился. Сюда также могу отправить сразу и ваниль. У всех она разная. Если у вас ваниль настоящая, не такая как у меня жидкая, то ее конечно желательно добавлять при варке риса. В моем случае это роли не играет. Ну и теперь эту массу вмешиваю в рис. Делаю это очень аккуратно. Чтобы рис у меня не превратился, так сказать, в кашу. Чтобы зерна риса остались целыми. Готовый рис перекладываю в чашку. Накрываю пищевой пленкой. Чтобы не образовалась корочка. И даю рису остыть. Тесто у меня уже подошло. Касаемо теста. У кого-то это может занять немного больше времени. У кого-то меньше. Вы уж смотрите сами. Вот она увеличилась у меня буквально в два раза. Я его еще раз обомну. И раскатаю. Выпекать рисовый пирог я буду в форме 28 сантиметров. Время от времени тесто поворачиваю по кругу. И раскатываю от середины к краям. Так просто проще. И чтобы круг у нас получился более-менее равномерный. И отправляю форму с тестом на один час в морозильную камеру. Один час уже почти прошел. Я уже включил духовку на 250 градусов вверх-вниз. Без обдува. При помощи миксера я взобью до пышной пены яичный белок на максимальных оборотах. В том, что белок у вас уже готов, можно определить очень просто. Если белок не покинул сосуд, то он готов. Далее. Рисовая масса у меня остыла. Я для ускорения процесса отправил ее в чашку с холодной водой. Это нужно для того, чтобы масса была у нас холодная. По крайней мере, немножко тепленькой. Просто если она будет еще горячая, и мы отправим ее в духовку, то жидкость, она начнет кипеть. И тем самым образовавшаяся сверху корочка, она лопнет. И пирог просто-напросто получится сухим. То есть жидкость будет испаряться. Массу еще раз перемешаю аккуратно. И введу белок. Вот это и есть то самое различие между бельгийским и ахинским пирогом. То есть бельгийцы в это время вводят целое яйцо, таким как оно и есть. А ахинцы они разделяют. То есть жилок я уже ввел, а теперь введу белок. Аккуратненько его вмешиваю. Достаю форму из морозилки и распределяю по всему периметру. Вообще, такие пироги делают небольшими. Они делают примерно, ну, сантиметров, наверное, 17, может максимум 18. Примерно так. Но я в домашних условиях могу позволить себе сделать вот именно в такой форме. Она у меня более подходящая для этих целей. Основа готова. Отправляю ее при температуре 250 градусов в среднее положение духовки. Для начала на 5 минут. Затем температуру переключу до 200 градусов. И буду выпекать еще примерно 20-25 минут. Но вы ориентируйтесь на свою духовку. Время от времени поглядывайте. Да, и печь такой пирог я в мини-духовках не рекомендую. Он может просто не получиться. Так, ну, 5 минут прошли. Я духовку переключаю на 200 градусов. И открою пока дверцу, чтобы мои 50 лишних градусов ушли. Это я увижу по лампочке. Она мне покажет. Вот, все, лампочка загорелась на 200. Я закрою духовку и продолжаю печь дальше. Ну что, давайте еще раз пройдемся по температуре. Значит, как я сказал, я задвинул на 5 минут при температуре 250 градусов. Вверх-вниз без обдува. В среднее положение духовки. Затем я переключил на температуру 200 градусов. При этом духовку я действительно охладил до 200 градусов. И далее продолжим выпекать еще 20 минут. После этих 20 минут я поднял решетку на самый верх. Включил гриль с обдувом. И выпекал еще 4 минуты. Результат вы видите сами. Результатом я доволен. Ну, дам пирогу теперь остыть. И покажу вам его в разрезе. Его можно есть как теплым, так и холодным. Ну вот, пирог уже более-менее подостыл. Ему бы еще, конечно, немножко остановить. Но домочадцы уже меня достали. Поэтому нет у них терпения. Нужно нарезать. Нет, ну, режется нормально. Режется хорошо. Так, ну, давайте попробуем посмотреть его теперь в разрезе. Подведу поближе. Вот, красавчик. Все хорошо. Сейчас мы его заценим на вкус. Пока теплый, вообще прекрасный. Такой мягкий, легкий сливочный вкус. Здесь, значит, по сахару еще хотел сказать. В принципе, можете до 80 грамм сахару на эту пропорцию включить. Ну, лично для меня, по моему вкусу, 60 грамм вполне достаточно. Я слаще его не хочу. Той сладости, что в нем есть, мне достаточно. Так, ну, нужно назвать супругу, а то она уже давно верещит. Хочет пирога попробовать. Пошли. Прошу. Чаю будете. Ну, все, супругу накормил, сыну тоже кое-что перепало. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до новых видео. Буду рад, если вы пару срок чертнете мне в комментариях. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok